На неделе появилась статистика, которой никто кроме нас не расскажет. В Мордовии самые бедные учителя, а семьи несчастливы вместе. А теперь подробнее. Мордовия антилидер по уровню заработных плат в фере образования. Наши педагоги получают меньше всех в Поволжье. Вот цифры учителя школы и гимназии республики в среднем приносят в семейный бюджет по 23 с небольшим тысячи рублей. При том, что в соседнем Татарстане сумма равна почти 31 тысяче. Труд преподавателей техников и колледжей в Мордовии тоже плохо оплачивается. 23 350, а в Татарии, раз уж взялись сравнивать, 32 тысячи. В ВУЗах тоже неспокойно. Педагоги высшего профессионального образования в регионе 13, как вы догадались, тоже получают меньше всех в Поволжье. 46 674 рубля. В Татарии средний показатель 65 тысяч рублей. Это среднее. Нас вообще любят чиновники. Все усреднять и уровень доходов, и уровень жизни. Вот насколько все это соответствует реальности, вопрос риторический. К семейным делам. В Мордовии разводятся почти так же часто, как и женятся. С января по сентябрь этого года в республике браки заключили 3246 пар, а развелись больше полутора тысяч. Причиной развода люди чаще всего указывают несоответствие характера, финансовые разногласия и квартирные вопросы. Самую, казалось бы, очевидную причину, но разлюбили, указывают реже всех остальных. По мнению психологов, очень часто семьи распадаются из-за того, что молодые люди не умеют строить взаимоотношения и брать на себя ответственность в решении конфликтных ситуаций. Причины кроются в недоверии друг к другу и страхах. Есть такая реакция, например, я боюсь, что меня бросит, поэтому я делаю так, чтобы бросить первым. Есть еще такая реакция, что я боюсь, что меня бросит, и человек от того, что начинает включаться этот страх, его охватывает вот эта паника при любой ситуации, когда, например, появляется ревность, появляется неуверенность, появляется недоверие, и вот этот страх, он начинает обостряться. И человек, не умея управлять уже вот этой эмоцией, обостряет ситуацию, и это приводит тоже к разрыву.